Здравствуйте, меня зовут Айсел Тейв, мне 10 лет, я живу в Марокко, в городе Гадир. Елена Благинина, письмо папе на фронт. Здравствуй, папка, ты опять мне снился, только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивилась, до чего ж ты прежний был во сне. Прежний, прежний, но такой же самый, будто не видались мы два дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется, я визжу и визу на тебе. Мы с тобою начали бороться, одолела я тебя в борьбе. Принесла потом тебе два осколка, что нашла недавно у ворот. И сказала, папа, скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год. Я сказала, тут же и проснулась, как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулась, в удивление глянула во тьму. Тьма такая, ничего не видно, аж круги в глазах от этой тьмы. До чего же мне сделалось обидно, что с тобою вдруг расстались мы. Папа, ты вернешься невредимый, ведь война когда-нибудь пройдет. Миленький голубчик мой родимый, знаешь, правда скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю, прожелаю поскорей фашистов одолеть. Чтоб они наш край не разрушали, все, как прежним можно было жить. Чтоб они мне больше не мешали обнимать тебя, тебя любить. Чтоб на всем таким большущим миром днем и ночью был вещёлый свет. Поклонись бойцам и командирам, передай от меня привет. Пожелаем всякую удачу, пусть идут на немцев день и ночь. Я пишу тебе и чуть не плачу, это так, от счастья твоя ночь.